День добрый. Тема сегодняшнего видео – торговая стратегия Forex Racer. Основывается она на графиках Ренка. Они имеют ряд преимуществ над обычными графиками. Торговля по ним отличается от торговли по графикам японских свечей. И мы сейчас все это с вами разберем. У графиков Ренка есть ряд преимуществ. Основаны они на цене без учета времени, то есть свечи появляются только в зависимости от движения цены. Не потому что прошел 1 час или 15 минут или 1 день, как в японских свечах, а потому что цена прошла определенное количество пунктов. Допустим 10, 15 или 20. Все это можно устанавливать и регулировать. И поэтому на графиках Ренка несколько четче виден тренд. Видна его смена, потому что если цена стоит на месте и появляется какой-то шум в Ренке, то в отличие от обычных японских свечей, графики Ренка будут просто стоять на месте, пока вновь не появится какое-то движение. И таким образом графики Ренка нам дают более четкую картину происходящего на Ренке. Итак, вверху вы можете видеть обычный график М15 из японских свечей состоящий, а ниже график для этой же валютной пары, но уже график Ренка, то есть не свечной график. И обратите внимание, если на обычном графике каждая свеча рисуется, как только прошло 15 минут, независимо от того, были какие-то движения или не были, свеча в любом случае нарисуется по прошествии 15 минут. А на графиках Ренка новая свеча не нарисуется, пока цена не пройдет, допустим, 10 пунктов в ту или иную сторону. Давайте увеличим график Ренка. И вот здесь вы видите, что у нас есть те же самые, казалось бы, свечи, но с одной лишь разницей, что они рисуются только тогда, когда цена пройдет энное количество пунктов, в данном случае 10. То есть, если цена колеблется в пределах 10 пунктов в течение часа, скажем, ночью, допустим, то и новая свеча не нарисуется, пока не начнется какое-то движение. То есть, когда цена движется, новая свеча рисуется каждые 10 пунктов. Как только цена разворачивается и проходит 10 пунктов в противоположную сторону, причем не просто 10 пунктов, а 10 пунктов от точки открытия предыдущей свечи, то есть, всего будет 20 пунктов движения в противоположную сторону, тогда у нас нарисуется новая свеча. Ну вот, обратите внимание, вот сейчас цена движется вверх относительно предыдущей свечи, и пока цена не пройдет 20 пунктов от точки разогретия предыдущей свечи, новая свеча не нарисуется. То есть, тело каждой свечи у нас в любом случае 10 пунктов. И рисуются свечи только тогда, когда цена пройдет это расстояние. Что нам это дает? Нам это дает более четкую картину. Мы видим более четкие тренды, как движется цена. У нас нет шума, как на обычном графике. Частенько бывают моменты, когда рынок находится во флете, непонятно, что творится, движений нету, и могут появляться какие-то ложные сигналы. На графиках Ренка, повторюсь, картина намного яснее. И показания любых индикаторов, как стандартных, так и дополнительных, будут на графиках Ренка значительно отличаться от показаний этих же индикаторов на обычных графиках. Естественно, графики Ренка это не есть какая-то панацея, но тем не менее, это другой взгляд на рынок, другой взгляд на движение цены. И существуют специальные системы, разработанные специально под такой тип графиков. Одну из них мы с вами сегодня разберем. Валютные пары для торговой стратегии Forex Racer могут быть любыми, но так как система трендовая, то стоит, соответственно, и использовать ее на трендовых парах. Флетовые пары, такие как доллар-канадский доллар, евро-фунт и тому подобное, использовать не стоит. То есть пары, на которых наблюдаются трендовые движения, можно применять в этой системе практически любые. Таймфрейм не играет роли, так как у нас используются графики Ренка, а они не зависят от таймфрейма. И время торговли, европейская сессия и начало американской. Стандартное время для торговли по внутридневным системам. По умолчанию графики Ренка в терминале MetaTrader 4 отсутствуют, поэтому нам нужно будет произвести некоторые манипуляции, чтобы они появились. Для начала, так как у нас будет использоваться советник для построения графика Ренка, нам нужно произвести некоторые настройки. Заходим в вкладку «Сервис», «Настройки», вкладка «Советники» и вам нужно проставить галочки так, как они проставлены у меня. Далее нажимаем «Ок». Также необходимо, чтобы кнопочка «Советники» была нажатой, была зеленой. Если она вот такая вот красненькая, то на нее нужно нажать, чтобы она стала зелененькой. Это необходимо для работы советника, который нам будет строить графики Ренка. Далее открываем график той валютной пары, на которой будем вести торговлю. Для примера давайте откроем графики евро-доллара. График нам нужно открыть с таймфреймом M1. Далее, если вы используете брокера Alpari, то затем нажимаем «Сервис», «Архив котировок» и загружаем минутные котировки для той валютной пары, на которой собираемся торговать, в нашем примере евро-доллар. Выбираем «Загрузить» и как только зеленая полосочка дойдет до конца, данные будут загружены. Это подходит для брокера Alpari, но не подходит для других контор. Так как Alpari качает котировки со своего торгового сервера, а другие компании предоставляют доступ к котировкам от компании MetaQuads. Они дырявые, они не имеют отношения никакого к вашей реальной торговле, к тому, что отображается у вас на графике, и они для нас бесполезны. Поэтому, если вы не торгуете в Alpari, то вам нужно будет зажать кнопочку «Home» на открытом графике M1 и держать ее, пока график не прекратит движение. Зажимаете кнопку «Home» на клавиатуре и держите. У вас будет график продвигаться вправо, так подкачивать данные с торгового сервера. У меня ничего не двигается, потому что у меня все данные уже закачаны. Итак, после того, как мы произвели закачку данных тем или иным способом, нам нужно установить на график M1 советник, который будет для нас формировать графики RENCO. Заходим во вкладку «Советники» в навигаторе, находим RENCO Expert Advisor и перетягиваем его на график. Здесь нажимаем «Ок» и у нас появляется надпись, чтобы посмотреть графики RENCO, откройте «Оффлайн график» «Евро-USD» или та пара, которая у вас открыта, M2. Для этого заходим в файл, «Открыть автономно». Здесь находим график «Евро-USD» M2. Вот он. И щелкаем по нему два раза мышкой. Если у вас какая-то другая валютная пара, то, соответственно, будет график «Доллар-Франк» M2, «Фунт-Доллар» M2 и так далее. Изменяется только название валютной пары. Итак, открыли график нашей валютной пары M2. Не обращайте внимания, что тут M2. Как я уже говорил, для графиков RENCO таймфрейм значения не имеет. И вот у нас открыт график RENCO. По умолчанию он отображается барами. Сменяем на свечи и увеличиваем его для большей наглядности. И вот у нас получился график RENCO. Как мы видим, цены абсолютно одинаковые, что на обычном графике, минутном, что на графике RENCO. И мы видим, как они изменяются абсолютно синхронно. То есть какая цена на графике RENCO, такая же и на обычном графике. Теперь нам нужно загрузить шаблон нашей торговой системы. Правая кнопка мыши на графике. Шаблон FRTemplate. И вот у нас загрузился шаблон нашей стратегии. Не пугайтесь тому, что здесь очень много всего. На самом деле здесь большая часть индикаторов выполняют одну и ту же цель. А именно помогают установке стоп-лоссов и отложенных ордеров. По стратегии мы будем вести торговлю отложенными ордерами. Buy Stop, Sell Stop. Если вы не знаете, как торговать отложенными ордерами, обязательно посмотрите видео на нашем сайте. Видео вы можете найти вот по этой ссылке, которую сейчас видите на своем экране. Система состоит из нескольких индикаторов. Также у нас есть вот такое вот информационное окошко, где в несколько увеличенном формате отображается текущая цена. Она изменяется вместе с графиком. Время брокера, время по гринвичу. Как лишнее напоминание вам о том, что по системе стоит торговать только в европейскую и на начале американской сессии. информация о спреде, текущий спред, средний спред, максимальный спред. А ниже мы видим индикатор FR Scanner. Вот у нас подписано Brick 5, Brick 10, Brick 15. Brick 10 – это наш текущий график, так как по умолчанию у нас каждый кубик является 10 пунктами. И вот этот индикатор FR Scanner как бы показывает нам тренд на более низких графиках рынка, с более низкими значениями кубиков и с более высокими. Можете считать это своего рода таймфреймами. Brick 5 – это наиболее краткосрочный тренд, Brick 10 – тренд чуть более высокого порядка и так далее вплоть до Brick 35. То есть до графиков рынка, где каждый кирпичик, каждая свеча рисуется только когда цена пройдет 35 пунктов. Это как бы самый высокий период. То есть индикатор FR Scanner показывает нам краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды, если говорить совсем упрощенно. Он будет нам использоваться как фильтр для входа в сделки. Мы будем продавать только когда все показатели индикатора FR Scanner красные и будем покупать, когда все показатели индикатора FR Scanner зеленые. То есть когда общий тренд и краткосрочный, и среднесрочный, и долгосрочный соответствуют нашей позиции. Также у нас присутствует индикатор Trendlines. Отображается он вот такими вот двумя линиями, похожими на скользящие средние и сменяется на синий, когда тренд вверх, и на красный, когда тренд вниз. Индикатор называется Trendlines, но трендовые линии он не чертит, не путайте. Также у нас есть индикатор Breakout. Он отображается вот такими вот точечками голубого и оранжевого цветов. линии, которые он чертит нам вот этими точечками, они будут использоваться для входов и для установки стоп-лоссов. Также вы видите вот такой индикатор динамической поддержки сопротивления. Отображается он вот такими вот красными и зелеными линиями. Получается вот такой туннельчик, который движется вместе с ценой, вместе с графиком. Он нами также будет использоваться для входов, если невозможно войти по-другому, и для установки стоп-лоссов. Далее вот такими вот черточками, похожими на трендовые линии, у нас отображается коррекция на движении цены. Коррекцию он отображает не всегда правильно, так как это все-таки индикатор, это машина, но нами он будет использоваться, опять же, для нахождения точек входа возможных. Так что какая-то сверхточность нам от него и не требуется. Вот такими двойными кружками, зелеными и оранжевыми, отображается индикатор разворотных точек. Мы его особо использовать не будем, это больше для наглядности он отображается. Вот такими вот ромбиками, зелеными и оранжевыми, у нас отображается индикатор FR Signals. Вот его мы будем использовать для входа. Одним из критериев для входа по этой системе служит появление вот такого вот ромбика. Под свечой для входов на покупку и над свечой для входов на продажу. Также мы будем использовать показания этого индикатора для выхода из сделок, в сочетании, естественно, с другими факторами. И последний индикатор в нашей системе это индикатор FR Trend. Он, как несложно догадаться, показывает текущий тренд, превалирующий. Он у нас расположен в отдельном окне. И обратите внимание, что когда он находится сильно внизу или сильно вверху, это не означает перекупленность или перепроданность, как у стандартных осцилляторов. Это специфический индикатор, специально для графика Френка. И использовать мы его будем только как фильтр для входа и для выхода. Соответственно, когда его показания вот такие желтенькие, мы будем искать возможности для продаж. А когда его показания синенькие, то мы будем искать возможности для покупок. Теперь о правилах системы. Как я уже говорил, хотя индикаторов много, но большинство из них у нас будут использоваться для нахождения точек входа и установки 100+. То есть правила в целом не сложные. Правила для покупок. Индикатор Trendlines, те самые две линии, похожие на скользящие и средние, должны быть синими. Есть зеленый ромбик, вот индикатор FR Signals под свечой. Индикатор FR Trend, тот, который у нас в отдельном окошке, сменился на голубой. Именно сменился. То есть до этого он был оранжевым. И все показатели FR Scanner, того индикатора, который у нас показывает краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренд, показывают тренд вверх. Тогда мы будем уже входить в рынок. Для продаж правила зеркально противоположные. Входить мы будем отложенными артерами, чуть выше или чуть ниже, в зависимости от позиции. линии индикаторов Trend Lines, либо индикатора Breakout, либо индикатора динамической поддержки сопротивления. Или же, если его линия расположена ближе, чем выше перечисленной индикаторой, мы будем использовать для точки входа уровень чуть выше или чуть ниже индикатора Retracement. Выходить из позиции мы будем после появления точки индикатора FR Signals противоположной нашей позиции и при этом должен смениться индикатор FR Trend. Естественно, мы дожидаемся закрытия свечи, так как пока свеча не закрылась, показания индикатора могут смениться. Всегда дожидаемся закрытия свечи. Что касается стоп-лосса, для него будет использоваться ближайшая линия одного из индикаторов. Либо Trend Lines, либо Breakout, либо индикатор Retracement, либо индикатор динамической поддержки сопротивления. Если же невозможно использовать показания одного из этих индикаторов, то просто ставим стоп-лосс на 50 пунктов. Ну что ж, давайте все это посмотрим на практике. Для примера давайте возьмем сигнал на покупку. Итак, смотрим на наш график. У нас появляется точка от индикатора FR Signals. Зелененький ромбик. Замечательно. Смотрим на индикатор Trend Lines. Он красный, значит покупать мы пока не можем. Ждем. Индикатор Trend Lines сменяется на синий, что означает, что мы можем открывать покупки. И индикатор тренда также сменился на синий, что опять же означает, что мы можем входить в покупки. И индикатор Trend Lines синий, и индикатор тренда синий. Замечательно. Мы можем открывать покупки. Смена индикатора Trend Lines окончательно подтвердилась после закрытия вот этой вот свечи. И, соответственно, после ее закрытия нам нужно искать точку входа для покупок. Смотрим. У нас ближе всего расположена линия индикатора Breakout, которая вот накладывается еще на линию индикатора динамической поддержки сопротивления. И чуть выше пункта на 2 на 3 этих линий мы выставляем отложенный ордер на покупку. А вот примерно где я поставил галочку. Мы поставили отложенный ордер By Stop. Чуть позже он сработал, и мы вошли в рынок. Далее мы ждем, что будет происходить с ценой. Цена вот растет. И возникает вопрос, когда же нам выходить. Как я уже говорил в правилах системы, выходить мы будем тогда, когда появится сигнал от индикатора FR Signals в сочетании со сменой индикатора тренда. Итак, вот у нас появляется точка индикатора Upper Signals, сигнализирующая о том, что возможно стоит выйти из позиции. И мы переносим наш взгляд на индикатор FR Trend. Как раз после закрытия этой свечи, на которой появился сигнал FR Signals, у нас сменился индикатор тренда. Это сигнал к выходу. То есть как только эта свеча закрылась, мы закрываем нашу позицию. И вот прибыль в ней составила что-то около 40-43 пунктов. Обратите внимание, что на истории я вам не могу показать индикатор FR Scanner, так как его показания на истории не отображаются. Но напоминаю, что для входа нам еще нужно, чтобы все показатели индикатора FR Scanner, вот эти вот Brick 5, Brick 10 и так далее, показывали одинаковое направление тренда, соответствующие нашей позиции. Хотим открыть покупки. Индикатор FR Scanner должен быть полностью зеленым. А если хотим открыть продажи, то индикатор FR Scanner должен быть полностью красным. Да, что касается стоп-лосса, то он бы в рассмотренной нами сделке был бы приблизительно вот на этом вот уровне. То есть чуть ниже индикатора Retirement. Вот это вот его линии. При установке стоп-лосса мы смотрим, линии каких индикаторов у нас есть ниже в случае для покупок точки входа, и чуть ниже ближайшей из них ставим наш стоп-лосс. То есть мы смотрим, есть ли показания индикатора Retracement, есть ли линии от индикатора Trendlines, либо от индикатора Breakout, либо от индикатора Support and Resistance, и ниже ближайшей из этих линий ставим стоп-лосс. Продвигаемся далее по графику. Входы я буду обозначить вот такими вот зелеными квадратиками, а выходы красными квадратиками. Итак, после того, как мы вышли из позиции, индикатор Trendlines у нас показывает движение вниз. Есть оранжевый ромбик от индикатора EFR Signals, но позицию на продажу мы не открываем, так как индикатор Trendlines у нас по-прежнему показывает движение вверх. И пока он не сменится на красный, мы будем искать только возможности для покупок. Через какое-то время у нас индикатор Trend давно сменяется на синий. Замечательно. Индикатор Trendlines по-прежнему синий, значит мы ждем возможности войти в покупки. И появляется точка от индикатора EFR Signals. После того, как свеча закрылась, мы ищем возможности войти в рынок. Так как она закрылась, пробив и индикатор Trendlines, и индикатор Retracement у нас нарисовал линию свою, то мы можем просто войти сразу рыночным ордером. Открываем сразу же позицию на покупку. Теперь нам нужно выставить Stop Loss. Смотрим ниже нашей точки входа, что у нас есть, какие показания индикаторов. У нас есть индикатор Trendlines и практически на одном уровне с ним линия от индикаторов поддержки сопротивления и индикатора Breakout. То есть наш Stop Loss мы вполне логично размещаем чуть ниже этих линий. Вот примерно где я поставил крестик. Будет наш Stop Loss. То есть приблизительно 25 пунктов. У нас появляется точка от индикатора Upper Signals, сигнализирующая о возможном прекращении тренда вверх. Но мы смотрим на индикатор тренда. Он по-прежнему показывает синюю линию. Поэтому мы из позиции не выходим. Ждем, что будет дальше. Движение сменяется на восходящее. И цена идет вверх. Появляется опять же свеча с сигналом Upper Signals с оранжевым ромбиком. И после закрытия этой свечи у нас есть смена индикатора FR Trend. Что означает, что нам нужно выходить из рынка, закрывать позицию. Мы закрываем нашу покупку. И благополучно выходим из рынка. Так как индикатор Trend Lines не сменился на красный, то никаких продаж мы не открываем. В этой вот сделке у нас получилось заработать примерно 67-66 пунктов. А стоп-лосс у нас был, напоминаю, где-то 21-22-23 пункта. Далее вновь появляется ромбик от Upper Signals. Но индикатор тренда оранжевый, значит мы этот сигнал игнорируем. Сигнал Upper Signals на продажу. Но индикатор Trend Lines по-прежнему синий. Едем дальше. Появляется точка Upper Signals. Индикатор Trend Lines по-прежнему показывает тренд вверх. И индикатор тренда тоже показывает тренд вверх. Значит мы можем войти в позицию. Точку входа мы ищем после закрытия. Вот этой свечи, на которой привелся сигнал. Так как пока она не закрыта, сигнал может измениться. После ее закрытия мы ищем точку для входа. Так как выше нашей сигнальной свечи никаких линий наших индикаторов нет, а нам они нужны для входа, то мы ставим отложенный ордер Buy Limit на покупку чуть ниже ближайшей линии одного из наших индикаторов. Ближайшая у нас динамическая поддержка сопротивления. Вот эта вот зелененькая линия. Значит чуть ниже нее мы ставим наш ордер Buy Limit. Вот поставили его, где вот у меня галочка стоит. Стоп-лосс у нашего ордера был бы чуть ниже, опять же, ближайшей от точки входа линии одного из наших индикаторов. Вот у нас ближняя линия индикатора Breakout. И чуть ниже нее мы ставим стоп-лосс. Вот где-то 23 пункта. Оно наш лимитный ордер так и не активировался. Цена по-прежнему шла вверх какое-то время. А потом развернулась, сменился индикатор тренда. И мы, конечно же, после этого наш отложенный ордер удаляем. Позиции на продажу по-прежнему не рассматриваем, так как индикатор Trend Lines нам показывает тренд вверх. Далее у нас вновь появляется сигнал от FR Signals. Индикатор Trend Lines по-прежнему показывает тренд вверх. Замечательно. Оно индикатор тренда еще оранжевый. Дожидаемся, когда он сменится на синий. И после этого мы уже можем входить в рынок. Свеча, закрывшись, пробила индикатор Trend Lines, его нижнюю линию. И на этом же уровне у нас еще и линия индикатора Breakout ранее проходила. Поэтому мы можем входить в позицию сразу рыночным приказом. Стоп-лосс у нас будет чуть ниже ближайшей линии из индикаторов. Линия индикатора Retracement. Вот ставим чуть ниже нее 100+. Он у нас составляет примерно 26 пунктов. Ждем. Цена растет потихоньку. Появляется сигнал от FR Signals. Но индикатор тренда у нас по-прежнему синий. Поэтому мы из позиции не выходим. Ждем, ждем, ждем. Появляется вот такая вот большая свеча. И после ее закрытия, вместе с точкой от индикатора FR Signals, противоположной нашей позиции, у нас наблюдается смена индикатора FR Trend. Поэтому мы выходим из позиции. И вот у нас прибыль составила примерно 29 где-то пунктов. Далее, обратите внимание, сейчас вы поймете, почему мы используем отложенные ордера в этой системе. У нас происходит опять смена индикатора тренда. И вновь появляется точка от нашего индикатора FR Signals. Произошло это близко к закрытию американской сессии. Мы бы этот сигнал в любом случае не взяли. Но если бы взяли, то мы бы поставили наш отложенный ордер чуть выше линии одного из индикаторов, ближайшей. Вот в данном случае у нас индикатор поддержки сопротивления динамической. Мы бы поставили наш отложенный ордер на вход в позицию чуть выше зеленой линии нашего индикатора. Суппорт андреасистенс. Давайте поставим галочку. То есть где-то вот здесь мы бы выставили отложенный ордер by stop. Но цена до него не дошла и развернулась, и было какое-то движение вниз. Таким образом, в данном случае, отложенный ордер бы нас спас от убыточной сделки. Но, как я уже сказал, мы бы этот сигнал все равно не взяли, так как он был поздно вечером. Далее вновь появляется сигнал от FR Signals. И индикатор тренда вновь нам показывает, что можно покупать. Теперь нам нужно войти в позицию. Нам нужно найти точку входа. Ближайшая к точке закрытия нашей сигнальной свечи линия индикатора – это линия индикатора Trendlines. Вот эта вот верхняя. Значит, отложенный ордер мы выставим чуть выше нее, на несколько пунктов. Давайте поставим галочку. Вот где-то вот здесь мы бы выставили наш отложенный ордер by stop. Чуть выше линии индикатора Trendlines. Теперь определяемся с установкой стоп-лосса. Опять же, смотрим чуть ниже нашей точки входа, где у нас ближайшие линии индикаторов. И напрашивается ближайшая линия – это индикатор Trendlines, его нижняя вот полосочка. Чуть ниже нее мы ставим стоп-лосс для этой позиции. Вот где-то на уровне крестика. Ждем, что на какое-то время идет вверх, а затем разворачивается. Появляется сигнал от FR Signals, но индикатор тренда еще синий. Мы еще не выходим. А вот на следующей свече, после ее закрытия, происходит смена цвета индикатора FR Trend. А до этого у нас была точка от FR Signals, поэтому мы позицию закрываем. И здесь было бы закрытие в ноль, либо какой-то небольшой убыток – 2-3 пункта. У нас появляется еще одна точка от индикатора FR Signals, сигнал на возможные продажи. Индикатор тренда оранжевый, а вот индикатор Trendlines еще не сменился на красный. Чуть позже он сменяется, но мы смотрим на часы и видим, что входить в позицию уже поздно, так как у нас на дворе глубокая ночь, азиатская сессия. А мы торгуем только в европейскую и на начале американской сессии, первые несколько часов. Поэтому сделку на продажу мы не рассматриваем. Через какое-то время появляется новая точка от индикатора FR Signals, но после закрытия этой свечи у нас индикатор тренда сменился на синий, обратите внимание. А мы всегда дожидаемся закрытия сигнала свечи. Индикатор тренда синий, значит мы открывать продажи не можем. Ждем дальше. У нас вновь появляется точка индикатора FR Signals, показывающая возможность продаж. Смотрим на индикатор FR Trend, он нам тоже показывает тренд вниз. И индикатор Trendlines по-прежнему красный. То есть мы можем искать точку для входа в продажи. Так как наша сигнальная свеча пробила индикатор поддержки сопротивления, то мы можем сразу же входить в рынок по текущей цене. Так где-то здесь мы вошли после закрытия этой свечи. И стоп-лосс выставляем чуть выше ближайшей линии одного из индикаторов. Ближайший у нас суппорт Android Assistance, индикатор поддержки сопротивления. И мы соответственно ставим стоп-лосс чуть выше него. А так как у нас есть хвостик нашей закрывшей свечи, то логично будет поставить стоп-лосс чуть выше этого хвостика. То есть где-то стоп в этой сделке пунктов 17-18. Цена какой-то ремень идет вниз, но затем появляется свеча вверх. Появляется эта свеча. Вместе с сигналом от FR Signal. И мы также видим смену индикатора FR Trend. Значит, после закрытия этой свечи нам нужно выходить из рынка. Прибыль у нас была, но совсем небольшая. 9-10 пунктов. Ну что ж, думаю, входы по этой системе вполне понятны. Прежде всего мы смотрим на индикатор Trendlines. Для продаж он должен быть красный, для покупок синий. Далее мы смотрим на индикатор Trend в отдельном окне. Для продаж он должен быть оранжевый, для покупок синий. Также для того, чтобы входить в рынок, нам нужна точка FR Signals. Как только она появилась, мы ищем возможную точку входа. Если был пробой линии одного из индикаторов Breakout, вот такими точками отображается. Или если был пробой индикатора поддержки сопротивления, или же индикатора Trendlines, одной из его линий, то мы можем входить в рынок сразу же. А если до линии одного из этих индикаторов есть какое-то расстояние после закрытия нашей сигнальной свечи, как вот здесь, когда после закрытия сигнальной свечи у нас цена оказалась выше всех присутствующих в линии индикаторов, и мы, соответственно, разместили отложенный Outer Buy Limit, чуть ниже ближайшей линии, в данном случае от индикатора поддержки сопротивления. То есть мы размещаем точки входа просто по банальной логике. А индикаторы нам в этом помогают. Stop Loss опять же ставится чуть ниже или чуть выше ближайшей из линий индикаторов. Выходим мы, когда появилась точка индикатора FR Signal в сочетании со сменой индикатора FR Trend. И не забывайте, опять же, что для входа нам необходимо еще, чтобы индикатор FR Scanner показывал и краткосрочный, и среднесрочный, и долгосрочный тренд в сочетании с нашей позицией. Хотим открыть продажи, он должен быть полностью красный, хотим открыть покупки, он должен быть полностью зеленый. Вот такая интересная стратегия. Спасибо за внимание.